Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я хочу себя кардинально менять. Я избавлюсь от прошлого, я от людей, с кем не хочу быть. Ну, здесь посылаю у вас первая неточность. Нельзя избавиться от прошлого, потому что это опыт. Игнорируя свое прошлое, вы не избавляетесь от него, только отрываете у себя большой кусок своего, значит, своего прошлого, да? Вот, вы отбираете у себя громадный кусок себя, по сути, и как бы вот, условно говоря, признаёте, что вы что-то не принимаете в себе, ну, вот, не принимаете в себе, да, там, какую-то часть себя не принимаете, там, ну, условно, условно. Вот, и, как бы, отрываю от себя такой большой кусок. Поэтому вы здесь в какой-то степени находитесь, находитесь в иллюзии, мне кажется. Потому что от прошлого, от прошлого избавиться нельзя, вот. И я, как бы, говорю, что опыт, он, ну, опыт, он с вами, с вами. Так или иначе. То есть вы можете его либо принимать, либо нет, да, но он с вами, там, совершеннейший такой факт, вот. Равно как и избавление от людей не решает вашу проблему. Ну, то есть, в принципе, не решает ваши проблемы, избавления от людей. Вот. Потому что, а-а-а-а, проблемы остаются с вами. как бы вы этого хотели, да, или не хотели, и в стране проблемы с вами будут. В этом смысле. Поэтому, чтобы вы себя обманываете, извините, но обманываете. Дальше. Вынимаю саморазвитие, как именно, куда читаю, психологию, зачем. Если у вас есть проблемы, читать психологию не рекомендуется, потому что самоанализ и самопомощь имеют очень жесткие ограничения. Вот. То есть, как бы, вот, ну, вы просто можете заниматься таким, знаете, матышкиным трудом. Ну, или, опять же, иллюзией, да. То есть, вам, ну, условно, когда вам кажется, что вы себе помогаете, да, на самом деле, там, вы себе не помогаете, а только вредите, вредите. Потому что, вот, как бы, идея, это она в том, что сами себе вы помочь можете весьма ограничено. Вот. Поэтому, поэтому, какую психологию вы считаете, для какой проблемы обманываете ли вы себя отчет, например, например, о том, что литература психологическая написана для людей, которые, которые хотят, хотят заниматься психотерапией. Но не решат проблему. А, как бы, вот, популярная литература, ну, именно, вот, популярная психологическая литература, она направлена, скорее, исключительно на то, чтобы человек пришел на это психотерапию. Вот. То есть, здесь, исключительно, вот, такой, знаменитый круг, вам никто не напишет в книгах, ну, решения, вот, решения проблем. Потому что, если их написать, то, соответственно, никто не придет. Как бы, вот, поэтому смысл это делать. Дальше. Люди не раз открывались мне, я услышал их. Ну, потому что, как вы, скорее всего, защищаетесь, то есть это, вы научились определенной маске, да, ну, я одна, это меня, меня так это беспокоит. А чем именно вас беспокоит одиночество? Как именно вы его проживаете? У меня есть человек, которому бы я могла все рассказать без стеснения. Ну, это не принять, не принять себе раз, это подавленная злость, два. И, как бы, с этим не работать, это работа с чувствами. Ну, вот, вы работу с чувствами, ну, самостоятельно никак не проведете. Вот, потому что это невозможно, у вас, ну, всегда определенные ограничения будут, будут в этом, в этом смысле, в этом смысле. Вот. Поэтому вопрос возникает невольно такая, что вы делаете тогда. Вот. Дальше. Одиночество иногда давит на меня, но я еще не вопрос на свободу, как заводать с этим или с плюсом? Я не думаю, что вы свободны, потому что, ну, как бы, на вас дают одиночество. Вот. Я не думаю, что вы свободны. Вот. Вы были бы свободны, если бы одиночество на вас давил, если бы вы не стеснялись. Вот. А вы же говорите про доверие. Вот. А доверие, точнее, про отсутствие доверия вы говорите. А отсутствие доверия – это про то, что я ожидаю от людей. Во-первых, чего-то определенного я ожидаю от людей. Вот. Это первое. То есть у меня есть определенные ожидания от людей, которые они могут не оправдать, из-за чего мне будет больно. Во-вторых, вы говорите про перекладывание ответственности. Вот. Ну. Я хочу доверять, чтобы вот переложить ответственность на другого человека. Вот. И проблемы, которыми я, условно говоря, хочу поделиться. Поделиться. С человеком. Опять же. Это именно вот. Я хочу поделиться, чтобы он мне что-то сказал. Вот. Вот. То есть, я встречаю своих проблем сама. Я не принимаю свои проблемы сама. Но хочу, чтобы другой человек их принял и понял. Да? Вот. То есть, как бы, я думаю, что здесь все довольно очевидно. Да? То есть, у вас есть вот некоторый внутренний конфликт. Вот. Вот. У вас есть некоторая внутренняя проблема. Вот. У вас есть противоречия. У вас есть элемент непринятия себя. Вот. Из-за чего вы от людей как раз отдаляет. Ну, отдаляетесь, астрагируетесь. Вот. Вот. Здесь легче человека выслушать. Да? Вот. Как бы, вот, ну, стать в позиции над чем быть с ним на равных. Такая вот история, Ольга. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.